Вчера нефть попыталась вырваться из диапазона, в котором она застряла еще с середины минувшей недели. И даже подросла до 98 долларов за баррель, но затем довольно быстро вернулась ближе к 95 долларов за баррель. При этом никаких серьезных причин для столь резких движений как не было, так и нет. Так что вчерашний рост стоит рассматривать скорее как демонстрацию того, что будет происходить уже сегодня после публикации данных по инфляции в США. Ведь инфляция останется неизменной и перестанет расти, то это будет означать, что американская экономика чувствует себя несколько лучше, нежели предполагалось. Следовательно, спрос, в том числе и на энергоносители, если и снизится, то не так, чтобы сильно, что и придаст нефти оптимизма и будет в ближайшее время способствовать росту ее стоимости. Пока же мы видим, как котировки цен на нефть марки Brent замедлили коррекционный ход в районе уровня 98 долларов за баррель. Здесь возник поэтапный рост объема коротких позиций, и в случае удержания цены ниже отметки 95 долларов на четырехчасовом периоде возможно дальнейшее снижение по направлению уровня поддержки на 93 доллара за баррель. Альтернативный сценарий возможен в случае возвращения цены в район значений 97,5 и 98 долларов на четырехчасовом периоде. В этом случае возникнет риск продолжения действующей коррекции. С золотом же ситуация несколько иная. Улучшение прогнозов по американской экономике сделает вложения в желтый металл несколько менее привлекательными, так как гораздо выгоднее будет вкладывать в реальный сектор экономики или фондовый рынок. Так что если инфляция и вправду останется неизменной, то золото сразу же начнет терять свои позиции. Не говоря уже о возможном замедлении инфляции, которая откроет дорогу по направлению к 1700 долларов за тройскую унцию. Пока же фьючерсы на золото с хирургической точностью отрабатывали уровень сопротивления на 1800 долларов, вследствие чего возник технический откат на 0,7%. И восходящий интерес все еще актуален среди трейдеров. По этой причине стабильное удержание цены выше уровня в 1800 долларов как минимум на четырехчасовом периоде может привести к продолжению восходящего цикла. Но помним о фундаментальных факторах, которые будут способствовать снижению цен на золото. Здесь все будет зависеть от того, смогут ли спекулянты переломить действующий цикл. На этот процесс необходимо время и поэтапный рост коротких позиций. Последующий сигнал к продаже относительно текущих значений возможен ниже уровня в 1780 долларов. Ситуация же по рублю остается неизменной. По-прежнему гораздо чаще видны попытки уйти ниже отметки в 60 рублей за доллар, нежели движение вверх. По сути дела, потенциал ослабления рубля полностью исчерпан. И до тех пор, пока Минфин с Банком России не предпримут какие-либо конкретные шаги в данном направлении, ни о каком росте доллара и речи быть не может. Скорее наоборот, терпение инвесторов лопнет и рубль вновь будет укрепляться и будет двигаться в направлении 50 рублей за доллар. В целом, торговая тактика по-прежнему рассматривает стратегию исходящего импульса, который укажет на последующий путь, так как работа в действующем коридоре невозможна ввиду высокого риска. В качестве контрольных значений рассматривают уровни 58,5 рубля за доллар в случае, если нисходящий цикл перейдет в активную фазу. Но при подъеме выше 61,5 доллара возможно восходящее развитие цены в сторону 62,5 рубля за доллар или 65,0 рубля за доллар. А на этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!